и наверное важно что за это время я успел поработать в разных компаниях но последние 19 лет работаю в яндексе первый вопрос который хотелось бы задать это по поводу компании яндекс почему там такое огромное количество людей которые прям ну как будто бы не любят россию создается такое впечатление вы знаете у меня близко нет такого ощущения простите мы собираемся писать политический репортаж не мы можем убрать тогда этот вопрос ребята вот мы договорились а я понял извини мы вырежем это без проблем да да ребят вы что-то начали писать я дальше не играю простите так не делается есть общественное мнение иронично получилось что из-за вскользь брошенного вопроса один из отцов яндекса по совместительству профессор высшей школы экономики просто встал и ушел с интервью причем мы пытались уговорить его остаться предлагали отформатировать флешки и утвердить вопросы заранее и это несмотря на то что перед интервью он сказал что запретных тем у него нет и он готов открыто говорить о чем угодно ну а я в свою очередь не мог не задать того вопроса который задал учитывая бесконечные русофобские и желающие развала россии заявления крупнейших фигур яндекса я просто хотел понять не отравились ли они сами собственными алгоритмами и ложью которую тени суд в итоге андрей сербан просто ушел с интервью назвал меня предателем родины и сказал что в яндексе мы больше ничего снимать не будем так и получилось заранее согласованную съемку в офисе яндекса нам отменили не слишком-то либерально для адепта свободного рынка и компании рассказывающий нам об открытости посыпаться от столь очевидного и простого вопроса как раз таки в духе либеральной общественности они могут управлять нашими рекомендациями призывать к развалу страны но не вздумайте слышать и не вздумайте задавать им никаких вопросов ведь свобода слова демократии открытость это для яндекса просто слова а мы мы всего лишь винтик винтик не имеющий право даже задать вопрос